В ночь 6 на 7 ноября машины в Одессе горели в четырех разных точках. Паркинг в Радужном пылал с двух сторон. В общей сложности сгорело пять машин, полностью четыре автомобиля получили серьезные повреждения. Спустя час на базарной огонь уничтожил еще две машины. Две существенно пострадали, а еще шесть машин спасли пожарные. Прошел еще час, и пять машин загорелось на улице рекордной. И снова на стоянке. Предварительная официальная информация о разборке организованных преступных группировок. Пытались навредить конкретным владельцам авто, под раздачу попали другие. В свою очередь депутат горсовета Алексей Еремитцев считает, что поджог машин это часть борьбы за территорию и влияние над парковочным бизнесом. Пожары отобьют у водителей всякую охоту парковаться в местах, где поджигают автомобили. Дескать, а если завтра нашу точно так же. Сейчас ситуация вокруг Машила Жукова, Радужного как раз об этом районе. Я думаю, наверное, будет напряжение возможно нарастать. Почему? Потому что заявление оба госадминистрации об инвестициях со стороны французской компании Ашан, я думаю, усилит внимание как раз вот к этому, скажем так, району, к этому микрорайону. И мне кажется, что здесь может быть связано даже с этим. Единственное, что это произошло не только в селке Радужное, произошло еще в некотором другом районе города. Исходя из этого, я думаю, что здесь в большей степени есть, наверное, определенная борьба как раз по парковкам, стоянкам, возможно, по земельным участкам, по перспективе застройки. Наиболее любопытная ситуация сложилась с поджогами в Радужном. Микрорайон заселяется ударными темпами. Количество наземных и подземных паркингов не удовлетворяет потребностям массива. Так что вариант конфликта на почве столкновений за паркоместо тоже нельзя исключать. На очереди сейчас человек 300. Это только я знаю. Сколько всего паркингов в микрорайоне? 7 паркингов. Ну, по-разному. У меня 60 машин. Там есть по 300 машин. Там есть по 150 машин. Там каждый по-разному. По-разному вместим. Вот. И еще. И машины. Ну, машины считайте почти сколько жителей и сколько машин. Подземные паркинги есть? Есть. Подземных 4 паркинга. Тоже вместимостью до 300 машин. И все равно мало? И все равно мало. Кроме того, в Радужном был атакован, по сути, один паркинг, но с двух крайних точек. Причем для автопожара был выбран участок, где нет охранника, а водители заезжают на стоянку по электронно-карточной системе. Впрочем, даже если сторож на месте и защищен огнетушителем, спасти автомобиль от поджигателя профессионала практически нереально. Вот эти коктейли Молотова или еще какие-то смеси придумают, что они знают, куда их, во-первых, кидать. Вот бензобак, который, бутылка сразу взрывается, сразу взрывается бак. Там уже тушить, ну, своими средствами мы не потушим. Это надо только пожарку или пену, чтобы задувать, или прочими-прочими средствами. Если там, если ты успел, допустим, что откатилась здесь вот далеко бутылка, можно взять быстренько огнетушитель пенный, задуть, может быть, что-то хоть как-то сделаем. А у вас есть огнетушитель или не придется? Обязательно, все на ходу, все у нас проверены, все промаркированы, так что у нас все есть. Продолжаем изучать то, что осталось от машин на Радужном, и обращаем внимание, что один из сгоревших автомобилей ездил на болгарских номерах. По словам жителей микрорайона, в этой части парковки все началось с BMW. Поджигали эту машину, а две Mazda и Volkswagen уже попали за компанию. Один из наших коллег, проводивших свое расследование, добавляет, вторая машина, за которой охотились в Радужном, также была на болгарских номерах. Главная цель поджигателей – братья, представители гагаузской общины, проживающие в Одессе. Случай на Радужном, в принципе, это следствие вот этих вот разборок между этнической группировкой, но я могу сказать, какая это, это этническая группировка гагаузская, между традиционной преступностью, которая возглавляется смотрящими от воров в законе, гагаузские этнические группировки не подчиняются традиционной преступности. Ну, это была своеобразная месть, сожгли машину братьев, лидеров этой этнической группировки. Причина поджога на рекордной пока выясняется, а вот на базарной пожар автомобиля произошел из-за неразделенной любви. Однако наверняка поджигал не сам обидчик. В городе сегодня есть и профессиональные группы поджигателей. Расценки – от 100 до 500 долларов. Есть, конечно, в городе определенные группы, которые специализируются на поджогах. В принципе, одна из таких групп, которая специализировалась на поджогах, была задержана. Они просто тупо принимают заказы на поджоге. Такие лица, в принципе, в криминальной среде известны. Расценки тоже известны. Машины у нас в Одессе горят достаточно часто. И просто так вот такой бизнес не может остаться в стороне, естественно.